Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Это правило. И человек мая право один раз сменить это написание. На какой мове мусять ставить гиншые адзнаки в пашпарте? По поводу закона об мовах, знок уж, с правоводствами одеться на белорусской альбо о русской мовах. И вот эти формулевки, они дозволяют рабить это и так и гэдак. Но я памятаю, что некольких годов назад все штампы по шпортах рабились на белорусской мове. И штампы по шлюбе, и об регистрации, и уже некие штампы. Зараз чему стены все попереходили выключено на русскую мову. Мне падается, что в духе конституции, конституционной нормы об мовах державных и в духе закона об мовах было бы правильно рабить эти штампы на двух мовах одразу. Тим можно потребовать, как посвященные кировцы дэйтэхпашпорт на автомобиль выдали на белорусской мове. Потребовать это можно, потому что закон об мовах не забороняя выдачу документов на белорусской мове. И он говорит, что на той, и на иншей. И в принципе, я веду, что практика такая есть. Тим можно обирать мову навучанья у школах и высшейших навучальных установок. Громадянам гарантована, держава гарантует права отримания адукации на национальных мовах, не только на белорусском, а на национальных мовах. То есть, в принципе, калі ёсь потреба, например, у лідзей отчинять польскай класы, то гэта так само и мусяць бить забеспіщена. Не тольки польскай, а грузинскай, я не веду, иншай некий. Ну, а уж на державной мове так тем больше. Что рабить, калі людзі жадаюць назвать дзіця белорускім імём? А гім адмавляюць, бо у списах гэта га няма. Справа тым, што зараз на сам рэч ЗАГСы не кіруюцца больше списам імёнову і назваць можна в принципі ход Дартвейдарам. По-перше, я звернувся письмова і, как-то надалі письмова, адказ на мой зворот, рашыння об адмові мне записаць в такой вот формі. І потім я позвернувся в суд просто. В парадку обскарження дзіню державных органов, службового особа, які прорушаюць законні інтересы правогромадзянам. У свєці шмат країна, у яких дзві, три, а то і чатыри державные мовы. І усі яны мають ровны статус. Наша країна не павінна быть выключэнням, адстойвайці своє правы і не забывайціся народную мову.